Клиническая смерть Все манипуляции на грудине делают выше мечевидного отростка, его слишком легко сломать. Также следует помнить, что прикардиальный удар при наличии пульса на сонной артерии может привести к несчастному случаю – остановке сердца. Хотя вероятность такого исхода предельно мала. Тем не менее, сначала следует хорошо убедиться в отсутствии пульса и только потом наносить спасительный удар. И еще одно. Нельзя наносить прикардиальный удар детям младше 7 лет. Если прикардиальный удар не помог и вы убедились, что сердце не работает, переходите на непрямой массаж сердца. Вначале обязательно следует проверить проходимость дыхательных путей. Затем расположите ладони выше мечевидного отростка, руки выпрямите. Нажим должен быть сильным. Продавливайте на 3-4 сантиметра. Важно делать каждый следующий нажим только после того, как грудная клетка поднялась за вашей рукой вверх. Иначе возникают противоудары и вы можете сломать потерпевшему ребра. По этой же причине ваши руки не должны расставаться с кожей груди. После 15 надавливаний переходите к искусственному дыханию. Нельзя делать вдох, не запрокинув голову и не зажав нос потерпевшему. Только так воздух попадет в легкие. Это легко проверить. Если грудь пострадавшего вздымается, все делается правильно. Если раздуваются щеки, воздух не проходит в легкие. Человек со средними физическими данными может проводить комплекс сердечно-легочной реанимации не более 3-4 минут. Идеально, если есть помощники. Три человека способны держать ритм реанимации больше часа. Действовать следует так. Один держит ноги вверх, добиваясь притока крови к головному мозгу. Другой делает непрямой массаж сердца. Третий – искусственное дыхание. На 5 надавливаний – 2 вдоха. Тот, кто делает искусственное дыхание, очень устает. Поэтому, двигаясь по кругу, чаще меняйтесь местами. Продолжайте делать непрямой массаж до приезда скорой помощи, даже при отсутствии результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова